Здравствуйте, друзья! У всех наверняка были позорные моменты в жизни, о которых хотелось бы забыть. А если представить, что такое случается не только с простыми людьми, но и со звездами во время концерта или важного интервью, а потом эти кадры показывают по телевизору и расходятся по интернету. Сейчас вы увидите 7 самых позорных звездных моментов на сцене. Дэми Лавата У Дэми Лавата было много конфузных моментов на сцене. Но несмотря на это, она продолжает петь и танцевать как профессионал. Этот конкретный момент произошел в апреле 2016 года. Во время выступления в Южной Калифорнии Дэми вышла на сцену, но в центре сцены она споткнулась и упала прямо на задницу. Она даже потеряла обувь, пока кувыркалась. Но Дэми засмеялась и подняла руки вверх, чтобы все знали, что она в порядке. Поклонник в толпе любезно вернул Дэми ее туфлю на высоком каблуке. Дэми получила возможность перезаписать ее выход на сцену, уже без неловкого падения. Риана и Дрейк Когда Рианна и Дрейк раскрыли свои романтические отношения, их друзья были безумно рады. Они были самой симпатичной парой и делали удивительную музыку вместе. В 2016 году Рианна отправилась в мировой тур «Анти». Рианна танцевала вверх и вниз до тех пор, пока к ней не присоединился Дрейк. Они вместе начали танцевать под шум толпы, которая не могла перестать кричать и подбадривать их. Рианна медленно наклонилась вперед и соблазнительно танцевала возле рэпера. Толпа не могла не заметить, что Дрейк принял этот момент слишком близко к сердцу. Он, видимо, забыл, что они находились на глазах тысячи людей и с телефонами готовыми к съемке такого смущающего момента. Гарри Стайлз Когда знаменютость выходит на сцену, случиться может всякое. Поклонники подбрасывают нижнее белье и бюстгальтеры, чтобы привлечь внимание своих любимых артистов. Гарри Стайлз был целью пары летающих объектов во время выступления. Когда участники группы стояли на сцене, поклонница решила бросить ботинок прямо в певца. Он подошел к ботинку, чтобы поднять его, но прежде чем он успел это сделать, появился второй ботинок, попавший прямо в промежность. От боли Гарри не мог говорить несколько минут. В своем аккаунте в Твиттер девушка написала, что ее выгнали с концерта, но впустили обратно после того, как Гарри дал им разрешение на это. Микки Минаж и Дрейк Дрейк снова попал в список. Но на этот раз его коллегой по сцене была рэперша Никки Минаж. Эти двое выступали на концерте в 2014 году для одной радиостанции. К ним присоединился Лил Уэйн, чтобы исполнить вместе несколько песен. Все думали, что что-то есть между Дрейком и Никки. Они всегда флиртовали друг с другом. Но в этот момент на сцене они действительно завели толпу. Когда Дрейк присоединился к Никке на сцене, он потряс всех, подойдя к ней и взяв ее на руки. Никки выглядела немного смущенной. На ее лице была огромная улыбка, но она покраснела. Пока они обнимались, Никки неудержимо хихикала. Она была явно польщена, но все же назвала Дрейка нарушителем спокойствия. В 2015 году Энрике Иглесиас сделал остановку в мексиканской Тихуане, чтобы выступить перед толпой в 12 тысяч фанатов. Певец напевал один из своих мотивов, когда к нему подлетел дрон съемочной команды. Летательный аппарат использовался во время многих концертов тура. Когда дрон летел над головой Энрике, он протянул руку и коснулся его. Обычно испанский певец брал дрон и поворачивал его вокруг, чтобы заснять толпу. Однако на этот раз его палец застрял внутри дрона. Он отчаянно пытался освободиться и в конце концов смог вытянуть палец. Дрон порезал его палец, причем кровь попала даже на пол. Энрике ушел со сцены, но вернулся уже в повязке на руке. Ему советовали прекратить концерт, чтобы получить медицинскую помощь. Но он решил продолжать, потому что он не хотел разочаровать своих поклонников. Мэрайя Кэрри Мэрайя Кэрри известна своим удивительным вокалом. Эта певица – истинная дива, и нужно постараться, чтобы заставить ее почувствовать смущение и потерять самообладание. Она только закончила выступление на летнем концерте «Монинг Америка». На ней было платье «Версачи», которое обтягивало ее по фигуре. Во время интервью оно разорвалось, открыв миру ее прелести. Мэрайя крепко держала платье, чтобы сломанная молния не разошлась полностью. Когда шоу прервала реклама, люди Мэрайи бросились сшивать ее платье. Когда программа продолжилась, платье было исправлено, и певица была готова выступать дальше. Бейонсе На выступлениях Бейонсе часто устанавливаются специальные вентиляторы. На концерте в Монреале певица решила быть немного ближе к толпе. Молодая девушка держала список, одним из пунктов которого было получить возможность спеть с Бейонсе на ее концерте. Когда певица увидела это, то спустилась вниз по сцене. В то время как она пела, Бейонсе приблизилась слишком близко к ветровой машине. Лезвия машины зацепили ее волосы, но она продолжала петь, как будто все было в порядке. Ее команда бросилась освобождать ее белокурые локоны. Хотя это был очень тревожный момент, она просто пыталась сделать что-то действительно приятное для одного из обожающих ее поклонников. Спасибо за просмотр, друзья! Не забывайте подписаться на канал ВУЗ и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok